В эфире новости МИЭТ-ТВ, в студии Евгения Лукина. Здравствуйте! Каждый ребенок в детстве мечтает о будущей профессии, но жизнь непредсказуема. Кем хотели стать студенты МИЭТ-ТВ, узнавала Алена Петрова. В детстве, как и всем, я мечтал стать космонавтом, а потом где-то в среднем возрасте, 10 лет, спортсменом, наверное. Мистер Минт, 2017. Президентом, космонавтом, наверное, что-то между ними. Прикладная математика, потому что математика – это царица наук, и ее можно приложить к разным отраслям деятельности. Выбрала на ЕМС учиться, потому что у меня по душе сейчас стала физика больше, чем программирование. Я учусь на программной инженерии, потому что это суперперспективно и хорошо оплачиваемо, и интересно. Программная инженерия. Еще в конце 11 класса я понял, что дико интересуюсь программированием. Ну, не знаю. 80 тысяч, наверное. 37-50 тысяч. Отлично. Наверное, миллионы минут хватит мне, если вполне. Минимум от 80. Более 100 тысяч. В настоящее время появилась тенденция работать на себя. Бизнес ассоциируется с независимостью и ответственностью. Какими качествами студентами это наделяют настоящих предпринимателей? Давайте узнаем. Целеустремленным. Видеть потенциал, видеть грани своего бизнеса. Ответственностью и всеми качествами лидера, чтобы уметь поднимать коллектив. Он должен быть лидером. Ну, и он, наверное, не должен ничего бояться. Он должен делать так, как он считает. Целеустремленным. Активным. Начитанным. Ну, вот есть какая-то фирма, предположим, там, вот Додо Пицца, да, к тому же. У них есть своя франшиза, то есть ты можешь к этой франшизе примкнуть и открыть Додо Пиццу в своем городе. Когда ты открываешь дело, чужое дело под своим именем? Кала. Шо? Ну, а такая милая. Обезьянка. Она всегда бегает по рынку и у всех вытаскивает из кармана денежки. Животное. Свинья. Ну, потому что она всегда себе хапает, хапает, хапает. Жизнь не стоит на месте. В нашем университете каждый день делают новые шаги в науке или проводят интересные мероприятия. Благодаря кому разносится весть о жизни МИЭТа, расскажет Ольга Штепа. Не в каждом университете существуют студенческие средства массовой информации. В МИЭТе освещением мероприятий и интересных тем занимается медиа-центр. Он состоит из редакторов официального сайта и аккаунтов в социальных сетях, телевидения МИЭТ-ТВ и газеты Инверсия. Меня зовут Добрынина Мария. Я начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью, в которую входит как раз медиа-центр университета. Особенностью медиа-центра является то, что 80% персонала – это студенты. Уже на протяжении 13 лет каждую неделю молодые тележурналисты работают над выпусками новостей. Сейчас над программами трудятся более 30 студентов. Меня зовут Анастасия Денисова, я редактор МИЭТ-ТВ. Мои обязанности заключаются в том, что я делаю план работы на ближайшую неделю, проверяю монтажный план и, соответственно, выпуск новостей. Меня зовут Данил Гуляков, я старший оператор МИЭТ-ТВ. Я помогаю ребятам-операторам подготовиться к сюжету и проверяю их готовые работы. Также я занимаюсь техникой и помогаю сводиться с новым оборудованием. Подводки мы записываем в нашей исторической студии, в которой еще со времен основания вуза снимались обучающие фильмы на пленку. В МИЭТ-ТВ выпускают проекты открытой лектории МИЭТ, образовательные ролики для абитуриентов, сюжеты о разработках кафедр университета, онлайн-трансляции важных событий вуза. Недавно появился совместный проект телевидения и ассоциации выпускников МИЭТ – передача «Вектор развития». В нем успешные выпускники делятся своим опытом и дают советы нынешним студентам. МИЭТ особое внимание уделяет популяризации студенческого спорта и здоровым образам жизни. Поэтому множество роликов посвящены именно ему. Наши студенты работали на большинстве этапов всероссийского проекта «Студенты ГТО», которые проводились в Архангельске, Москве, Ельце, Пскове и Ростове-на-Дону. Мы работали на проекте ГТО как медиагруппа, то есть мы ездили на этапы, на которые нас приглашали, и снимали оттуда отчеты, которые потом шли на сайт проекта. Наша команда была, так сказать, центральной частью медиасопровождения этого проекта. Мы заранее распределяли задачи между собой, кто работает с корреспондентом, а кто набирает планы. И из этого мы составляли индивидуальный список оборудования, кто за что отвечает. В МИЭТ-ТВ существует школа операторов и корреспондентов. Ежегодно около 15 студентов, которые прошли собеседование, обучаются на специальном курсе. После него студенты делают пробные сюжеты под руководством наставников. Мы в прошлом году сделали, расширили курс подготовки корреспондентов и операторов МИЭТ-ТВ. Отдельно корреспонденты и операторы. Сначала у нас были теоретические занятия на лекциях, потом пошли мастер-классы. И в конце обучения каждый из новеньких сделал свой проект, пробный сюжет. То есть, соответственно, операторы-монтажеры учились монтировать на этой работе, а корреспонденты пробовали писать тексты и делать стендапы. На практических занятиях мы вначале повторяем какую-то теоретическую часть, и потом ребята-операторы сами берут технику и выполняют какое-то задание. После этого мы вместе все просматриваем их результат и разбираем ошибки. Также у нас был мастер-класс по свету. Мы собрались все в студии и разбирали различные световые схемы. Газета «Вмете» была создана по инициативе студентов в 2001 году. Выходит она «Вмете» в средних специальных учебных заведениях Зеленограда, школах, детско-юношеских клубах и библиотеках. «Инверсия» – полностью студенческая газета. Тираж – 5000 экземпляров. В команде около 40 корреспондентов, фотографов и иллюстраторов. Работу координируют четыре штатных сотрудника – главный и выпускающий редакторы, верстальщик и главный фотограф. Меня зовут Алексей Смагин, я главный редактор газеты «Инверсия». Вообще наша задача – писать обо всем, что происходит в «Мете» так или иначе. Меня зовут Виктория Иосифова, я выпускающий редактор газеты «Инверсия». Мы пишем о том, что связано с «Метом», «Метовцами», выпускники, преподаватели, происходящее в ВУЗе, то, что волнует обитателей «Мет». В январе 2016 года газета создала сообщество ВКонтакте «Живая инверсия». В ней публикуют актуальные репортажи и фотоотчеты, новости, статьи из газеты, редакционные колонки, комиксы и специальные рубрики. Многие вещи сейчас нельзя откладывать на месяц, и там должно появляться то, что оперативно или то, что более неформально. С 2010 года газета открыла школу журналистики. На ней студенты учатся писать тексты, выполнять домашние задания и итоговый проект в группах. Обычно мы приглашаем лекторов, это профессиональные журналисты. Вот на этой школе журналистики у нас были редакторы Кота Шрёдингера, русского репортера, были местных зеленоградских изданий. По окончанию школы они делают групповой проект, свой журнал или газету. И это у них идёт как практика, как закрепление материала, который они прошли. В газете НТВ всегда тёплая атмосфера и дружный коллектив. Каждый студент, который работает в студенческих СМИ, получает новый и интересный опыт, который помогает ему раскрыть свои таланты. После окончания университета некоторые наши студенты решили связать карьеру с работой в СМИ. Если вы увлекаетесь фотографией, журналистикой или монтажом, мы с радостью поможем реализовать ваши инициативы и замыслы в жизнь. Ольга Штепа, Михаил Сериков, МЕД-ТВ Это всё на сегодня. Вы смотрели новости МЕД-ТВ. Выпуск провела Евгения Лукина. Не забудьте на этих выходных ночь музеев. Наслаждайтесь искусством. До свидания. Продолжение следует...